Всем привет! Меня зовут Елена Урусова, это Battle Arena. Я рада представить вам новую площадку в городе Чехов, где ребята из CS Ball вас создали карту Dimension из игры Counter-Strike. Это невероятно круто, я как специалист вам говорю, мне приполняют эмоции, это очень здорово. У нас здесь сегодня будет товарищеский матч между командами Снегири и Южный парк. Сегодня эти ребята будут, не знаю, воплощать мечты, наверное, миллионов ребят, которые играли когда-то на этой карте и мечтали в реальный Counter-Strike здесь поиграть. Но, так или иначе, эти команды будут первыми. Итак, перед тем, как начать игру, нужно определить, кто за какую сторону у нас будет начинать. Я объясню, что в доме у нас будет играть защита, и атаковать их будет сторона милиции по игре, но мы будем называть ее атакой. Итак, у команды Снегири будет Орел, у команды Южный парк, соответственно, Решка, и мы сейчас выясним, кто из них, где будет начинать. Итак, Орел. Даня. Ну что, друзья, Снегири у нас выбрали сторону защиты. Я предлагаю начать игру, желаю всем честной игры, пожмите друг другу руки, и давайте начнем Баттл-арену. Мы рады вас приветствовать на Баттл-арене. Со мной Тим Кирби, меня зовут Шангизатуллин. Сегодня будем комментировать товарищеский матч между чемпионами первого сезона в Южном парке и Снегирями. Сейчас у нас обороняются Снегири, Дужный парк атакует. Снегири обороняются. Что-то куда-то сразу вылез нелепо боец Южного парка, получил пулю, и при всем при этом удав, ты посмотри, он бросил туннель активно. Удав в карту знает и знает, что нельзя допустить им контролировать этот туннель. Туннель, да. Туннел. Простите, это просто мое любимое слово, моя жена ненавидит, как я произношу это. Прикольно ты все произносишь. Короче, Гнария возвращается в дом удав, через окно как вышел, так и пришел. Игорян щитом, не совсем понятно, что он делает, он там один. Как-то немножко отдыхает, смотрит через окошко, ждет, чего ты там ждешь. Толстый контролирует боковое окно, которое ведет в туннель. Удав, удаву сейчас передали гранату. Обратите внимание, кстати, на Мишку на столе. Да, Мишка как-то... Игромата Игоряна пошла, но вовремя отошел и закрылся щитом, поэтому поражение не засчитывается. Все, еще 5 на 5. Опа, Толстый нелепо выкинул гранату в окно, и ни в кого не попал. Вот, смотри, Дуб Виш работает в паре с Игоряном, и он его стрелок, у этого щитрика. Кенни, парадный вход, ковыряется своим валом. Да, что-либо не так с Привером? Толстый обрабатывает щитовода Южного парка Игоряна. Рагнар. О, вот это... Ты видел вот этот выстрел? Ты через три окна, через три окна, и под таким углом, это... Это или удача, или прямо талант. Это прекрасно, молодец, молодец. Ты знаешь, как говорят, удача-то удача, но тренировка важнее, на самом деле, поэтому... Еще мы видим, в этом ралле уже качество игроков улучшается, ну, каждый сезон. Да, да, на самом деле, то есть вот то, что ребята делали в первом сезоне, сейчас, это, конечно, небо и земля вообще по тактике, по сыгранности. Ну, как только мы и сказали это, он постарался сунуть свой пистолет над щитом, и не получилось. Ну, это мне очень неудобно, лучше сбоку. Опа! Партнер Игоряна по щитовой команде получил шар, и теперь отправляется на респаун. Ну, а граната от Джона пошла в сторону, в полочке, и убивает Рагнара. Рагнар поражен, теперь возвращается назад на респаун. Знаешь, он, маленькая птичка, может быть, даже Снегир, мне рассказывала, что ты раньше играл за щитом. Ты был вот этот щитоносец. Да, щитоводом, щитоводом я был. Ну, и расскажите, а не правильно вступаю прямо сейчас? Ну, в принципе, ну, как бы сказать, то есть, в общем-то, правильно, да, то есть, они на себя отвлекают внимание, во многом эта работа щитовика отвлекает на себя внимание. Единственное, они совсем понимают, зачем над щитом поднимать пистолет, неудобно, лучше стрелять сбоку. И, на самом деле, еще лучше просто двумя руками взять щит и контролировать ситуацию. А твой боец, который за тобой, твой партнер, он стреляет поверх щита, сбоку щита, как ему удобно. Да. Потому что ты, на самом деле, просто там шары собираешь щитом, ты не должен никого отстреливать. Если ты заходишь в здание, дело другое. А, Кенни, Кенни рискованный, маневр делает. Вот так. А, Кенни, конечно же, один, да, один вбежал в здание, было очевидно, что с ним сейчас случится. Ну да, особенно, потому что он видел, как человек стоял у окошка, прямо стоял и стрелял на него. Нет, ну я понимаю, на что был расчет, типа просто напугать, ой, горяло прямо в каску сверху, в детали. Ну, как-то тоже было опасно, конечно. Ну ты идешь к зданию, подними, еще повыше немножко. Дуб тоже получил, господи, вайпают, вайпают южный парк. Ой, блин, еще половина раунда, а у них, что, у них два человека сейчас респаунется, да, я так понимаю? Да. Ну это, конечно, очень плохо пока, что выглядит все для южного парка. Четыре бойца у Снегирей, ты понимаешь, на самом деле даже без респаунов, а бронять всегда намного проще, чем выступать. Ну, конечно, намного. Кенни. Вот два игрока, Игорян, щитовод. Но он, кстати, оставил щит, судя по всему, я его не вижу перед камерой. Кенни работает по центральному входу, Игорян обходит боку. Опять Кенни рискует, опять рискует Кенни. Ну это пора рисковать, осталось, осталось твое щитово. Ну в этот раз решил пойти в здание, не через парадный, нет, опять через парадный идет, посмотри. Жизнь не учит его ничего. Что делает, зачем так рискует? Время же еще есть, зачем, зачем, зачем? А, и очевидно, ну вот опять ожидаемо, да, получает от угала в задницу шар. Неприятно, конечно, неприятно. Игорян, один щитом теперь идет, неудобно щитом подниматься, тяжелая дура, блин, громоздкая. Даже не столько веса, а размер ее. Опа, у нас щитом выстрел вырубает Толстого, осталось три игрока у Снегирей. Но все равно я что-то с трудом представляю, как один щитовод зачистит трои в здании, и это будет очень тяжело. И прямо сейчас он осознал, что он не один на втором этаже. Камера убитого Толстого сейчас смотрит на Игорян. Игорян передумал заходить в здание. И назад. Задница уходит назад. Вот опасность на самом деле сейчас открывается. Еще одна причина, почему в голливудских фильмах герои не бегают назад. Потому что это на самом деле намного сложнее, чем кажется. Да, есть такое. Особенно когда ты щитом и по лестнице вниз еще спускаешься. Опа, открылся Игорян и получает щит большой, но не настолько большой. Ладно, посмотрим, что будет происходить во втором раунде. Друзья, первый раунд в товарищеской встрече между командами Снегири и Южный парк закончится победой команды Снегири. Нас ждет второй раунд, но перед этим я задам традиционный вопрос. Есть ли у вас претензии друг к другу по исходу первого раунда? Нет, конечно. Нет, претензий у команды друг к другу нет, поэтому мы начинаем второй раунд. Падал аренду. Курналь. Тыри, тыри, тыри. О, защититься на ней. Назад. Внимание. Погнали. Так, теперь у нас удар в япке с щитоводкой. Я пока не увидел, кто там у них с щитом. У Снегирей поменялись местами команды. Походи. Блин, удару тяжело. Вот ты, посмотри, он же вообще один из самых лучших игроков в арене. А при этом там туннель он довольно низкий. Не под таких великанов строили, как Удаф. Но, кстати, несмотря на это, Удаф умудрился во втором сезоне вырубить чувака ножом. Да ладно. Да, это серьезно. Опа, граната пошла в сторону лукова. Но... Черт, почему я пропустил второй сезон? Не надо было делать этот запой в Таиланде. Зачем я это сделал? А ты хоть пол не поменял, случайно? Нет, но я проснулся где-нибудь в Брунейе. Граната пошла против щитоводов из Снегирей. Ничего не случилось. Антон, граната удала. Опять ничего. Три гранаты подряд. Все безусловно. Четвертая граната выстегивает удала. Бля, это ядов. И щитовода Снегирей. Минус два респаунда Снегирям сразу же. Блин, еще первой минуты нет. Уже минус два бойца. Это неприятно. Нет, они сейчас, конечно, респаунутся. Мы видим ситуацию, где щит, в принципе, должна работать, но все равно не получилось. Граната попала куда надо, и щит посмысленный. Но, кстати, щитом надо работать. Надо было немножко привстать, да, и чтобы у тебя только вот там пяточки торчали, международно, за щитом, да, и щит повыше поднять. Тогда гранату можно отбить. То есть надо снизяться бить гранату. Вот она в тебя летит, ее можно отбить назад. Я, конечно, понимаю, что комментировать проще, но я так делал. У меня так получалось, поэтому я не понимаю, чем они хуже, они тоже так могут. И теперь щит без хозяина. Да, щит без хозяина. А, чтобы бросать гранату. Они, наверное, решили не палиться. Просто, видишь, удафу пока особо не приезжает. И ждет своего щитовода. Вот, кстати, что и случилось. Да, щитовод вернулся. Ну, вот опять присел. Первый этаж полно будет. Пристань ты немножко. Сделай поуже, блин, щельку, в которую можно стрелять. Генни контролирует туннель. Ну, у нас дуэль капитана в Кене. Капитан Южного Парка против... Опа! Да. Великолепно. Более меткий оказался сегодня. Ну, вот и четыре игрока у Сауфт Парка. Я даже не знаю, как он видел целый. Я думал, что он ему в край каски попал. Не, он уцелил. Может быть, знаешь, его камера выдала, потому что на камере мигает... А-а-а... Да-да-да... Мигает джиотик. Ну, честно говоря, это делает все числее. Потому что на втором этаже там так темно. Там очень темно. А на улице так светло. Это... Это сложно. Дополнитный бонус для обороняющихся. Антон красавец. Одной гранатой, двух лет был вообще очень-очень. Причем он даже не видел цели такой, просто на обувь. Ну, он был красиво. Не совсем понятно, что делает сейчас удафы. Короче, все, решил удаф отходить. Судя по всему, оставил щитовика, чтобы отвлекать внимание, но решил зайти с другой стороны. Толстый и Джон, как самый крутой бойцерский гирей, они заливают огнем фасад меншер. В общем-то, правильно делают. Опа, а ты видел, кстати, что эта щель попала? Ты с какого угла туда шар взлетел? Я не знаю, почему у щеля он стоит, что он ожидает от этого, я не знаю. А он просто, видишь, не дает подойти, там же дверь. Он дверь приоткрыл, и вот в эту щель работает. А, это все? А, я не понял. Это дверь, он реально держит дверь. Рагнар на второй этаж мыши пытается контролировать фасад. К нему работает Толстый и Джон. Джон из-за этой, какие-то блестные будки. Из-за сарайчика слева. Ну, такая вялая перестрелочка сейчас идет. Удафу, кажется, прицель не стреляет, но никого не попал. Сейчас, ну, три с половиной минуты, да. То есть, у нас еще пол раунда есть. Снегири сейчас оценит ситуацию. Ого! Вот этот Джон хорошо отработал. Ты видел, какой угол был? Там тоже метр тридцать до цели было. И это теперь, ребята, это пора на атаку. Есть конфуз, немножечко паника. Не-не-не, не будем стоять. Будем ждать. Опять присел в штабу. Снегирей. Я здесь стою. Вот, видите, как игрок там стоит у окна. Он не знает где. Кто-то упал, умер. Я не знаю, есть паника. И они двигаются. Цвят нелепо выбежал куда-то и словил шар. Мгновенно вообще. Еще минус один респаун у снегирей, кстати. Два респауна. Андрюк, у тебя вторая жизнь есть. Сейчас они, видимо, становятся до пяти игроков. Но вообще, честно говоря, как-то я не знаю. Может, смогут ли снегири вытащить второй раунд? Как-то они вяленько, вяленько. То ли они очень аккуратничают, что, в принципе, они умеют делать хорошо. Даже слишком много. То ли они что-то задумали, о чем мы догадываемся. Толстые. Пять минут прошли, и вот-вот. Только теперь начинается первое, может быть, настоящее нападение на дом. Меньше минут, да, осталось. Ну, все еще три бойца у Южного парка. Более чем достаточно, чтобы дом контролировать. Если что, всегда можно отступить к заложнику. Туда гранаты не кинешь, заложника поразить не хочешь. Ну да. Вот бросок. Опа, вот бросок. Смотри, координированная атака сейчас. Убей! Оооо, минус дуб. Минус дуб. Игири, кстати, делают правильную вещь. Ты видишь, что, как я сказал, когда есть непонятие, немножко паника, это когда надо использовать нападение. У тебя там убитый был справа. Ну, конфузд на втором этаже. Да, есть такое, есть такое. Выстигни у игрока, надо давить дальше это направление, не стоять. Андрюк, давай слегка, давай слегка. Снегири делают правильную вещь. Они сейчас собираются на лестнице и идут туда втроём. Уже не по одному, а втроём. Антон, последний защитник левого фланга у здания. Остался рядом поражённый товарищ. Антон, тебе сейчас надо контролировать эту лестницу. Там трёх снегирей. Опа. Свет пригнулся. Ты видел? Он от шара увернулся. Прям присел под шар. А что Антон? Он отступил? Да, Антон уходит. Антон, это не настоящая жизнь. Что ты делаешь? Не бойся, не бойся. Они сейчас зайдут внутрь просто и всё, и всё будет очень плохо. И что там один? Он позицию просто сдал. Сдал без боя практически. Да. Убей, убей, убей. Убей, убей, убей. Вот что случилось. Антона за это покарали. Надо было стоять до последнего, мне кажется. Это. Я не хочу оскорблять никаких, значит, игроков. Но зря, зря. Просто зря. Они стояли как домино. Подойди, стреляй. И может быть да, тебя убьют. Но ты убьёшь двух из них. Это раздражает. На самом деле здесь просто всё, что нужно делать Южному парку, это время выигрывать. Они пытаются их убивать. Понимаешь? Два минус, минус. Минус ещё не боятся у снегирей. Два бойца осталось. У снегирей они взяли за спину. За спину! За спину! За спину! Орёт за спину, уйди. Толстый. Бегите, бегите, бегите. Слушай, время-то совсем чуть-чуть. Три. Две. Одна. Они успели, а они его убили. Сейчас провели две. Вот. Результат из орбитеров. Сейчас что скажут судья? Друзья, второй раунд. В товарищеской встрече между командами Снегирей и Южный парк заканчивается победой Снегирей. И это 2-0. получается что команда снеги выигрывает эту товарищескую встречу но команды снегири согласились на матч реванш поэтому у нас будет еще одна игра и мы тут решили что это победа за три в общем еще матч реванш поэтому а в итоге после второго раунда если есть у кого-то претензии пожалуйста что же вот начался третий раунд обратно назад убегает что это было я не может быть забыл что он обороняется он просто привык потому что надо бежать сразу время атаковать должен потому что пока у нас в лиге батаре на нет не может быть скоро у меня щит в кишке потому что мне казалось что под этой елкой есть хороший подарок от деда удава обрати внимание кстати все куба удобно нелепый бросок опять на тех самых позициях толстый контролирует левое окно удав у нас справа сейчас находится контролирует сарай и выстегивает дуба минус один респаунт у южного парка рагнар меняет меняет товарища не смотрит монитор не понятно что с камерой материться бежит через садик через ну вот этот как это садик назвать сада кустозону бежит рагнар рагнар напротив сарая ну смотри чё ты южный парк на старый ровничек опа пошла стёгивает слушай ну я он настолько был в шоке он даже не двинулся у них один минус очень повезло на самом деле потому что у снегирей удав это всегда прям ну это их лучший игрок это один лучших игроков арены он реально тащен внешне говоря о том что он командир я зачастую что мы видели в других игроках когда убивают в самом начале поражают мудава тактика у снегирей начинает разваливаться сыплется на глазах понимаешь а капитанство это на самом деле очень важно потому что без капитана уже непонятие начинает Кенни ползает у нас по Кенни очень любит нападение посмотрим что я кишку держу это толстый я кишку с туннелем так же известно как кишка для тех кто играл в кс ну для тех кто не играл в туннеле свалят кишку Джон на правом фланге свят на линии на втором этаже четыре игрока все еще есть у снегирей более чем достаточно чтобы убедить опа граната хороший бросок но но Игорян увернулся молодец отошел назад закрыл щитом все правильно сделал все правильно и бедный Игорян ему придется носить щит второй раз кишку держу не волнуйтесь толстый все еще держит кишку Игорян вот они друг с другом смотрят как бы ничего никто не делает один щитом другой с приводом Южный парк осторожничает осторожничает Южный парк но у них зато видишь они только один лес потеряли пока что все бойцы в игре четырех у снегирей на самом деле у снегирей более чем достаточно людей чтобы удержать слева зеленки абсолютно мы когда в контур играли и вдвоем держали ничего было нормально наверх обид минус еще один боец у снегирей свята вырубили граната пошла к бассейну ничего не сделала там никого не было дуб с Антоном сейчас отрабатывают по центральному через центральный флот по фасаду вопрос в том что если Южный парк понимает что теперь может их возможность приближать о Кенни понимает Кенни знает Кенни это самый вообще рисковый игрок по моему арены забегает забегает а это уже пораженный боец да пораженный боец так 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 опа минус Джон извини слушай но иногда риск конечно оправдывает опа Игоря пытался с другой стороны зайти его выпилили ему надо было просто выстегивает еще одного игрока один в боец у Снегерей остается но Кенни открыт и что и происходит один невозможно контролировать все вообще но самое главное Кенни пошел на атаку теперь есть только один игрок слушай он хорошо разменялся он двоих выстрел красавчик он сейчас еще может быть отрезкается и вернется да да он возвращается все полностью пять бойцов есть сейчас у Южного Парка практически обречен толстый он один открылся при этом осторожно толстый осторожно вот что я и говорил на самом деле это был идеальный бросок потому что это заставило ему спускаться если он спускался он спускался но теперь смотри видишь какая ситуация все Снегири поражены но Южный Парк не знает есть ли еще бойцы у врага понимаешь не знает не знает нет никаких звук когда вы убиваете всех врагов посмотри осторожней Южный Парк у них еще целая минута в принципе достаточно чтобы в пятером обойти весь дом аккуратно сейчас нарезаем но где заложник да надо найти залога Южный Парк везде а заложника нет где он как бы что ни пошло не так два бойца что-то накопились смотрят на то считают опа погиб ааа Антон я суйкинул гранату слушай и убил двоих вырубил Кенни себя еще еще одного нет себя еще двоих ааа себя еще двоих слушай то есть получилось в пустом доме где уже нет троих уничтожили своих ну ребята это позор это позор это смешно это очень смешно это очень смешно было конечно чисто чисто теперь-то конечно чисто и врагов зачистили их своих зачистили понимаешь тебе шар тебе шар ну минуты осталось заложник ты заложник да у меня вообще они все идут на оранжевые ради кайфа это было просто прекрасно ну теперь все осталось только выйти но конечно ждем не дождемся что будет в третьем сезоне комментируем сегодня для вашего удовольствия мой хороший друг и товарищ настоящий американец Тим Кирби и настоящий русский воин что он ну что ребята увидимся в следующем сезоне на батл арене ну что друзья реванш удался команда южный парк забирает эту победу у команды снегири но итоги товарищеской встречи таковы 2-0 у нас выигрывает команда снегири и южный парк выигрывает у них реванш я предлагаю официально закрыть эту товарищескую встречу и президент федерации военно-тактических игры Михаил Голустян традиционно звучит и короткий здравствуйте коллеги всем привет ну хочется поздравить ксбол с открытием площадки в городе Чехов замечательное место теперь жители города Чехов и в принципе с области все могут играть военно-тактические игры на этой замечательной площадке мы в свою очередь от федерации хотим вручить этой площадке сертификат 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 соответствие нормам техники безопасности федерации военно-тактических игр место хорошее еще хочется отдельно отметить что любители киберспорта любители контрстрайка могут прийти и воочию увидеть эту площадку вживую поиграть на такой знаменитой интересной карте мэншен и свои силы в общем-то сравнить именно вживую сыграть страйкбол лазертак фаертак и другие военно-тактические игры я хочу вручить представителям сертификат поздравляем спасибо ну и самое главное вступайте в игру и будьте в форме всем привет спасибо